На уроке занятости речь шла о профессии медицинского работника, одной из самых востребованных на рынке труда района. По состоянию на сегодняшний день банк вакансий Государственного казенного учреждения Ростовской области Центр занятости на спине Матвеева-Курганского района содержит 18 вакансий медицинских работников, как со средним, так и с высшим профессиональным образованием. Глава администрации Матвеева-Курганского района Александр Рудковский отметил, что за 4 года выдано 44 целевых направления для поступления в Ростовский государственный медицинский университет. Поступили в это учебное заведение 16 человек. Мы приняли для себя, наверное, какое-то решение, когда собрание депутатов поддержало нашу инициативу, и мы стали доплачивать стипендии наших ребят определенные суммы для того, чтобы, наверное, с одной стороны поддержать немножко материально, с другой стороны, чтобы все-таки заинтересовать, чтобы дети после окончания медучреждений возвращались работать в район. В мероприятии приняли участие представители Новочеркасского медицинского колледжа. В специальности у нас три основных. Подготовка ведется специалистов по трем направлениям. Это акушерское отделение, это сестринское отделение, это лечебное отделение. Мы принимаем абитуриентов на базе 9 класса и на базе 11. Рассказав старшеклассникам о правилах приема в учебное заведение и о специальностях, которые можно там получить, преподаватели медицинского колледжа провели мастер-класс. Ребеночка положили вот здесь, да, сбоку немножко кладем ребенка, а теперь, смотрите, левую ручку на ребенка кладем, левую ручку на ребенка, правой заводим сюда пеленку, под ручку, под ручку, и ладошечка под спину заводим, да. Теперь между ножек прокладываем пеленку, между ножек, чтобы он не царапал сам себя. Положили, правую руку на ребенка положили, левую пускаем в ручку, и теперь левой рукой берем пеленочку недалеко, вот так, и кладем сюда на плечо. Также перед собравшимися выступили представители Ростовского государственного медицинского университета. У нас на базе университета проводится Олимпиада по химии. Если вы выходите в десятку лучших, то у вас тоже есть бонусы, тоже есть, по-моему, 3 балла в этом году. Если вы становитесь победителями данной Олимпиады, первые 3 места, то это тоже дополнительно 4 балла к вашим ЕГЭ. То есть, таким образом, вы можете немножко увеличить свои шансы. Спрашивали по поводу целевого. Медуниверситет работает по целевым направлениям. Целевые направления из Министерства здравоохранения Ростовской области выдаются, и, соответственно, по ним идет отдельный конкурс. По ним выделено отдельное количество мест. А это не общий конкурс, это только по целевым направлениям. Представитель работодателя Матвеева-Курганской центральной районной больницы Ольга Мукиенко подробно рассказала о присутствующем, о вакансиях, заработной плате, льготах и жилищных программах для медицинских работников. Существует в области программа «Сельский доктор», и вы получите миллион рублей на приобретение жилья. До того, как вы приобретете жилье, администрация, опять же, будет вам оплачивать за квартиру. Кроме того, у всех медицинских работников, работающих в сельской местности, имеется льгота на коммунальные услуги. Платежи вам будут компенсировать. Кроме этого, вы будете иметь надбавку за работу в сельской местности к вашему оплату. Кроме этого, вы будете иметь более короткий рабочий день, чем все остальные профессии. Бонусов очень много. Нужно только понять, захотеть и приехать работать в наш коллектив.